доброго дня многих наверное удивило название этого видео но учитывая то что при помощи канала футбол 1 упл сотворила с телепулом его иначе как телепула не назовешь да кстати кто не знает что обозначают последние четыре буквы в слове телепула советую воспользоваться румынским или молдавским словарем и так что я ждал прежде всего а телепула а это качественную картинку и качественной честной аналитики футбольных и около футбольных событий что же мы имеем на выходе ну с качественной картинкой вроде все в порядке а вот с честной аналитикой футбольных событий как-то не сложилось пример тому передачи великий футбол а 28 июля этого года как по вашему если передача в основном посвящена игре за супер кубок украины между киевским динамо и донецким шахтером в ее начале следует поздравить победителя я думаю да но к сожалению для денисова победитель оказался не шахтер и он решил передачу начать по-другому меня зовут александр денисова это мои коллеги вячеслав шевчук вечер виктор ленка михаил метривели просто практически невозможно разговаривать я не слышу даже собственный голос потому что у нас за спиной сейчас продолжается празднование победителя киевский киевская динамо празднует со своими болельщиками сегодняшний успех и так как я сказал 21 закончился матч победила динамо ну а мы сразу пожалуй начнем с телепортала вот просим у наших телезрителей вот справедливый ли счет этого матча на ваш взгляд то есть не молодцы не поздравляем а справедливый ли счет так вот санек я тебе отвечаю счет справедливый почему-то потому что твоя команда шахтер донецкий забила один-единственный мяч в дополнительное время первого тайма и на протяжении 2 тайма не в состоянии было забить гол киевскому динамо а киевляне забили два мяча и выиграли этот матч они больше хотели этой победы поэтому счет справедливый ну что погнали дальше и как же в этой передаче без перл леоненко что что свои же бросали свои видите ты в своем уме а ну-ка посмотри где первом тайме находились болельщики дина из видео четко видно что паны динамо находились за воротами пятого не знаю возможно леоненко считает что поклонники динамо специально забрали сквана шахтера с целью совершения провокации но в таком случае видите могу тебе посоветовать лишь одно обратись к психиатру или к окулисту тебе нужна помощь дальше телепула стала разбирать вопрос были ли пенальти в матче за суперкубок или не были это у них забавно получалось эпизод в котором пенальти не было разбирался очень долго спорный эпизод рассматривался меньше но с выводом о том что игрок динамо за симуляцию должен был получить желтую карточку или игры он постоянно так делать ты помнишь первым таймингом это желтая карточка просто гармоша много таких происшествий ты знаешь у этого арбитра кстати он действительно хорошо судил и он не нравится еще с последних после последних игр у него очень хорошее зрение но видно плохая память а вот эпизод в котором нужно было назначать 11 метровый в передаче не рассматривался совсем его показали но не обсуждали но мы играли на высоком уровне мы играли на хорошем уровне мы контролировали игру и конечно же нас то оставляет довольными цель конечно же это побеждать я же считаю пенальти был смотрите сами какой вывод можно сделать после всего увиденного упл вместе с футболом 1 и футболом 2 пытаются навязать упл украинским болельщикам некомпетентность и необъективность с целью возвышения одной команды шахтера донецк и уничижением других клубов премьер лиги ну а киевское динамо хочу поздравить с победой ребята так держать хай счастый